Доброе утро, трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии. Остался последний рывок и уйдем на выходные. Разумеется, с настроением получше, чем в прошлую пятницу, когда в связи с коллапсом финансовых рынков рушились наши прежние инвестиционные идеи. Сейчас картина обретает логичный прежний подтекст. Разумеется, мы возвращаемся к тем инвестиционным целям, которые ставили, к тем фундаментальным идеям, которые сейчас оправданы и экономически обоснованы. Разумеется, о них мы говорим практически всю эту неделю. Сегодня будет не исключение. Актуализируем цели, посмотрим на то, что же произошло за последнюю торговую сессию. Сегодняшний брифинг не исключение. Разумеется, будет кодовое слово по ходу либо в середине, либо в конце. Кодовое слово позволяет вам получить дополнительные бонусы на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании. Чтобы воспользоваться им, все, что нужно сделать, это просто связаться с вашим персональным менеджером, произнести это слово и получить бонус на пополнение. Стоит отметить также, что пятничный брифинг в этой связи интересен тем, что, в отличие от других, у вас, по сути, есть не сутки, чтобы принять решение, а практически три дня. То есть, есть время, соответственно, внимательно следите за брифингом. Кодовое слово будет думать и, разумеется, принимайте решение об увеличении покупательской способности вашего депозита. Очень важно, я думаю, повторять это не стоит сейчас, потому что мы имеем дело не совсем обычной динамикой на рынке Форекс, хотя кто-то называет ее как раз и настоящей волатильностью, которая должна характеризовать все подвижные активные валютные торги. Предлагаю начать с наших традиционных активов, тем более, что за последние два дня они приковывают к себя все больше внимания в связи с очень интересными движениями и, может быть, даже легкими контртрендами, которые действительно уже реализуются. Нефть и российская валюта. Откройте, пожалуйста, динамику Brent на дневках. Актуальные цены мы видим, что 48,26, но, может быть, за последние пять минут не удивлюсь, если Brent еще чуть прибавил во время азиатской торговой сессии. Если говорить про вчерашний день для Brent, для WTI, очень чрезмерно восстановительный, избыточный рост, мне кажется, самое сильное восходящее движение в рамках одной торговой сессии с 2009 года. И, по сути, если мы сейчас прибавим к цене открытия прошлого дня тот потенциал, который был реализован в плане восходящего движения, получается, что Brent умудрился набрать практически 10%. И, понятно, не нужно далеко ходить, чтобы осознать тот факт, что на рынке все-таки появилось что-то, что поспособствовало интересу, соответственно, к нефти и вызвало такую бурную динамику черного золота. И этим фактором выступает призыв Венесуэлы к представителям ОПЕК о необходимости сбора внеочередного заседания нефтяного картеля, где, разумеется, нужно будет обсуждать вопросы касательно объемов производства. Венесуэла действительно несет сейчас катастрофические потери, недоборы в связи с снижением черного золота, катастрофическим также снижением чрезмерной, избыточной коррекционной динамикой. Поэтому сейчас они уже, скажем, решили более не оставаться в стороне, видя, что ОПЕК бездействует. Разумеется, сами выступили с подобной инициативой, обратились всех к представителям нефтяного картеля, а также с просьбой о том, чтобы ОПЕК провел соответствующие консультации с прочими ключевыми производителями энергоресурсов в мире. То есть, прежде всего, здесь делался акцент в том числе и на Россию, и на Соединенные Штаты Америки. Правда, буквально месяц назад мы слышали о подобных заявлениях со стороны Саудовской Арабии. Но позиция ОПЕК осталась непреклонна. В частности, нефтяной конгломерат ясно дал понять, что на текущий момент ни о каком неочередном заседании пока речи быть не может. Но, может быть, они ориентируются на какие-то совершенно иные негативные уровни, коррекционные значения по черному золоту. И пока эти уровни еще не достигнуты. Поэтому тогда Саудовской Аравии дали, скажем, отворот-поворот и отметили, что если и будем снова поднимать вопросы касательно изменения квоты дневной по выработке, это будет только на следующем заседании, которое запланировано на декабрь этого года. Поэтому рынок благополучно и быстро забыл эту тему. Поняли, что для позитива нет оснований, нет надежд вообще на то, что это заседание произойдет раньше намеченного срока, и нефть посыпалась, собственно, ниже. Также ОПЕК отметил тот факт, что им не под силу в одиночку стабилизировать те цены, которые сейчас имеют место быть в плане стоимости энергоресурсов. И если уж и поднимать вопрос касательно более устойчивых показателей возвращения, скажем, бренда к более высоким уровням, то это нужно делать синхронно с другими производителями, то есть с Соединенными Штатами Америки и с Россией. В одиночку ОПЕК влиять на текущую динамику не будет. Здесь очень много, на самом деле, подводных камней. Россия пока также не торопится снижать объем производства, потому что может оказаться так, что Ближний Восток реализовывает все это время очень такой хитрый план, который направлен на то, чтобы производители, которые сейчас страдают от низких цен на энергоресурсы, пытались собственными силами восстановить динамику, а значит, стали бы снижать объем производства. Саудовская Аравия в этот момент, в принципе, с представителями ОПЕК очень легко сможет задействовать имеющиеся производственные мощности и заместить долю выбывающих производителей. Что касается России, то, в принципе, если бы Россия даже сократила объем производства процентов на 25-30, в частности, Саудовская Аравия отмечала, что может легко увеличить объем поставок до 4 млн баррелей в сутки, то есть легко заместить российскую долю рынка. Если мы отмотаем, скажем, назад на год, получается, что позиция Ближнего Востока была с самого начала направлена на то, чтобы любой ценой сохранить свою долю на рынке, а может быть даже и замахнуться на такую постепенную, последовательную экспансию. Может быть, как раз уже они как никогда близки к своей цели, потому что мы видим, черное золото просело, и все начинают, собственно, призывать Ближнего Востока одуматься в плане той политики, которую проводит, и как-нибудь повлиять на текущую ситуацию. Но ОПЕК продолжает бездействовать. Поэтому вчерашний рост, он, наверное, носит больше спекулятивный характер. До тех пор, пока мы не получим конкретного подтверждения того, что ОПЕК реально согласен сесть за стол переговоров, значит, у нас нет надежд полагать, что черное золото может получить серьезный фундаментальный импульс для дальнейшего восходящего движения и закрепления выше, скажем, 55 долларов за баррель. Это более-менее высокие значения, учитывая текущие актуальные экономические реалии. Поэтому сейчас мы наблюдаем, конечно же, за динамикой черного золота, прекрасно понимаем, что по-прежнему на рынке куда больше факторов и обстоятельств, указывающих на то, что нефти стоит еще приседать поболее. И опять же, если, с одной стороны, спекулятивный интерес в связи с ожиданием внеочередного заседания ОПЕК, с другой стороны, у нас актуальные цифры по объемам производства, перепроизводства. Избыток, уже квота превышена, мы постоянно обновляем статистику, смотрим за, скажем, объемными выработками по отдельным странам ОПЕК и получается, что уже порядка 32 миллионов баррелей. Сокращать нужно серьезно. Ну, произойдет это или нет, мы узнаем, наверное, только не раньше декабря 2015 года. То есть, по сути, времени еще очень много и времени, чтобы увидеть даже еще более низкие цены по черному золоту. Другим фактором поддержки, разумеется, для позиции Брента и Мегаресурсов сейчас выступают продолжающиеся действия со стороны монетарных властей Китая, направленные на стимулирование, разумеется, национальной экономики. Трейдеры считают, что эти агрессивные меры экономической поддержки, наверное, будут иметь свои плоды и, соответственно, поспособствуют восстановлению экономики Поднебесной. Если Китай нащупает, скажем, сможет оттолкнуться от того дна, в котором фактически сейчас пребывает, значит, через активизацию спроса начнут абсолютно логично подрастать цены и на сырье. И нефть также воспользуется этой ситуацией. Но это также пока только ожидание. А сейчас на фоне, скажем, отсутствия какого-либо негатива, разумеется, трейдеры, которые активно делают ставку на возвращение черного золота выше 55, может быть, в район 60 долларов за баррель, стараются, скажем, цепляться из-за спекулятивных факторов, которые пока не имеют никакого подтверждения. Ну и, конечно же, вчера были опубликованы данные по ВВП США, которые оказались очень хорошими. Давайте мы о них чуть позже поговорим. В целом, касательно нефти, нужно понять, что восстановление и ведущей экономики мира также добавляет определенного оптимизма касательно спросов на сырьевые активы. И нефть, разумеется, это также использовала, дисконтировала собственную стоимость. Что касается, разумеется, рубля, давайте переходить также плавно с бренда на позиции российской валюты. Поскольку мы отмечали высокую степень корреляции между черным золотом и российской валютой, здесь понятно, если бренд, скажем, восстанавливается, если мы видим растущую динамику, разумеется, это начинает активно использоваться и российской валютой, то есть останавливается вектор девальвации, и рубль начинает отбивать копейки, утраченные за последнее время, против основных конкурентов, то есть доллара и европейского валюты. Сейчас именно это и происходит. Единственное, что вот это восстановление, которое мы видим по рублю, в частности актуальной котировки 65.85, я думаю, что за последние, наверное, минут 20 рубль еще сильнее укрепился, тем более, что мы еще не подошли к открытию сегодняшней торговой сессии и говорим только о премаркете. Поэтому, учитывая, что рост такой безумный по нефти произошел уже во второй половине дня, сейчас я думаю, что определенный, скажем, интерес к российской валюте с точки зрения укрепления будет еще подвышен. И поэтому с открытия я делаю ставку уже сейчас, что рубль может, скажем, отбить еще несколько, скажем, может быть даже процентов против своих конкурентов. Тем не менее, возвращаясь к динамике нефти и отмечая тот факт, что это спекулятивный рост, он пока не подтвержден серьезными фундаментальными основаниями. А значит, при определенном сечении обстоятельства и изменении экономической и, прежде всего, новостной конъюнктуры, мы сможем вернуться по российской валюте к тем целям, которые поставили ранее. Пока мы не можем отказаться от долгосрочных идей, связанных со снижением черного золота, а значит, не можем также отказаться от, скажем, хорошей возможности надеяться на соответствующее еще большее ослабление российской валюты. Наша цель – ждем снова возвращения в район 70 рублей против доллара. Пока действительно на фоне, опять же, новых экономических статистических реалий по российскому рынку куда больше оснований делать ставку на девальвацию рубля. Идем дальше. Европейская валюта, также откройте графики. Сейчас мы видим то, что пара торгуется примерно чуть выше уровня 1,1250, может быть даже 1,1260, хотя буквально несколько минут назад открылись европейские торги, быть может волатильность сейчас была повышена. Но, в целом, понятно, если говорить про вчерашний день, еще одна минусовая торговая сессия, в частности, евро потеряла за вчерашний день около 75 пунктов, и сейчас продолжает постепенно двигаться к тем целям, которые мы поставили ранее. Эти цели, опять же, являются куда более обоснованными, они коррекционные. Мы ждем возвращения в район 1,10, и я думаю, что на выходные, как уже отметил в начале этого брифинга, мы уйдем с хорошим настроением, потому что прекрасно понимаем, что сейчас евро начинает спускаться с небес и двигаться к более приземленным и абсолютно оправданным для нее значениям. Почему сейчас стоит делать ставку на коррекцию главного валютного риска? Ну, во-первых, потому что очень неплохо растет доллар. Это совершенно очевидно, особенно на фоне вчерашних макроэкономических данных. Плюс ко всему, мы готовимся к самому важному решению этого года, связанному с нормализацией денежно-кредитной политикой в США. Значит, потенциал для роста американцев еще не исчерпан, что может привести к еще большему давлению по европейской валюте. Во-вторых, у нас есть четкое осознание того, что евро-доллар – это валютная пара очевидного контраста и расхождения монетарных политик. Мы знаем то, что на фоне рисков дефляции, которые сейчас еще усилены фактом снижения цен на энергоресурсы, и опасениями того, что Китай начнет транслировать на мировую экономику как раз риски еще большего снижения индексов потребительских цен. Поэтому ЕЦБ, скорее всего, буквально в нескольких шагах сейчас находится от фактического анонса решения по более агрессивному выкупу активов. Я думаю, что с большей вероятностью сейчас даже стоит делать ставку на то, что программа будет расширена. К срокам мы вернемся не скоро, наверное, только в сентябре 2016 года, когда истекет тот период, который закладывался в основу этой программы. И сейчас у нас, особенно на фоне актуальных показателей по инфляции, можно даже говорить уже о дефляции в месячном эквиваленте, минус 0,6%, я считаю то, что ЕЦБ непременно будет проактивным в этом ключе, а значит, скорее всего, в ближайшее время пойдет на более агрессивные и дополнительные меры экономического стимулирования. Тем более, что вчера у нас была возможность послушать комментарий, точнее позавчера, представителя Европейского центрального банка, который отметил, что действительно риски низкой инфляции представляют, наверное, для экономики еврозоны сейчас самую большую угрозу. А значит, ЕЦБ, учитывая адаптивность и, скажем, гибкость его экономической политики, разумеется, будет при необходимости задействовать новые меры экономического стимулирования и поддержки. Собственно, эту идею мы обозначали больше месяца назад, и на самом деле она сохраняет значительный потенциал для реализации, тем более, что те, кто сомневался к тому, чтобы присоединиться к коррекционной сделке по евро, сейчас на фоне довольно высоких уровней есть отличная возможность все-таки воспользоваться этой сделкой и принять решение о том, чтобы открыть шорт по главному валютному риску. Что касается пары доллар-японская иена, здесь также, в принципе, пока все без изменений. Мы видим то, что доллар растет и усиление позиции американской валюты, в принципе, как и позавчера и в начале этой недели, связанные с тем, что трейдеры начинают выходить из защитных активов, разумеется, снова возвращаются к возможностям получения профита и прибыли в рамках американца, который растет динамично в последние дни. Актуальные котировки 121, то есть локального минимума, который был зафиксирован в конце прошлой недели, 115, мы уже неплохо подросли и, соответственно, продолжаем стремиться к прежней цели, которая находится в районе 125 иен за 1 американский доллар. Вчера в ходе конференции председателя Банка Японии Курады он отметил, что, в принципе, американская экономика готова к тому, чтобы повысить процентные ставки вот в самое ближайшее время, до конца этого года. И если ФРС пойдет на эти шаги, значит, скорее всего, экономика будет иметь позитивные, скажем, последствия от подобных судьбоносных решений. Что касается непосредственно курса Банка Японии, то Курада еще раз отметил, что на текущий момент целевые показатели по инфляции также не достигнуты, а значит, прежняя программа количественного смягчения будет продолжена и дальше. И, быть может, так же, как и ЦБ, Банк Японии, если инфляция будет тяготеть к дефляционным рискам, может даже увеличить пул и емкость этой программы. Соответственно, для японской валюты это негативный, серьезный негативный фактор, который, в принципе, бьет по позициям их национальной валюты этого актива уже долгое время. Что касается USD-йена, то, соответственно, ослабление японца будет также еще создавать хорошие возможности для еще большего усиления позиций американской валюты. Тем более, что, в отличие от Банка Японии, ФРС готовится к нормализации денежно-кредитной политики. Вчера у нас появились достаточно весомые основания для покупки доллара еще и на фоне очень хороших макроэкономических данных. Были опубликованы заявки на пособие по безработице, данные по ВВП, а также индекс цен внутренних приобретений. В целом, все эти отчеты очень хорошие, заявки на пособие по безработице по факту 271 тысячи против прогноза 274 тысячи. Отчет продолжает находиться на 15-летнем минимуме, а значит, можно смело заявлять, что ФРС фактически уже реализовал свою цель по рынку труда достигнуть 5% по безработице. И эта цель окончательно будет реализована, я уверен, на 99% до конца этого года. Остается несколько месяцев. Что касается данных по ВВП, этот отчет еще более крутой, потому что по факту расширения 3,7% против прошлого показателя 2,3%. Можно уже сразу сделать вывод о том, что американская экономика сохраняет прежние уверенные темпы восстановления. И такие цифры явно сигнализируют о том, что США по темпам экономического роста занимает первое место среди всех развитых рынков. Я считаю, что эта тенденция будет сохраняться и дальше. Поэтому риторический вопрос после вчерашних ВВП. Если не этот отчет, тогда что же может сигнализировать о том, что экономика реально на коне? Я думаю, что ответ здесь не нужен. Совершенно очевидно, что мы получили достаточно сигналов того, что все сектора американской экономики чувствуют себя очень бодро, а значит создают условия для того, чтобы ФРС наконец-таки анонсировал это долгожданное решение по повышению процентной ставки. Мы ожидаем то, что в принципе это может произойти уже в сентябре. Вероятность, конечно же, упала в последнее время, но это падение было связано опять же с коллапсом на мировых финансовых рынках. И сейчас ситуация вроде бы как стабилизируется. Мы получаем дополнительные сигналы восстановления со стороны американской статистики. Впереди у нас Non-Farm Perils и еще несколько конференций высокопоставленных монетарных чиновников. В конечном счете, я уверен, что по вероятности мы снова уйдем выше 60% и будем готовиться к тому, что этот анонс произойдет все-таки в сентябре. Ну или, по крайней мере, до конца этого года. Вчера также состоялась конференция еще одного представителя американского мегарегулятора Джорджа. Он также отметил, что американская экономика готова к повышению. И лично он, собственно, отдал бы голос за повышение процентных ставок. Поэтому у нас уже много влиятельных чиновников, которые выступают за то, что не нужно отталкиваться только от показателя по инфляции, можно пока закрыть на него глаза, отдавая объективное, соответственно, уважение прочим секторам, которые уже находятся на многолетних максимумах в плане улучшения и статистики. Поэтому USD иена сохраняет, может быть, даже еще пуще прежнего потенциала для восходящего движения, особенно эти минимальные уровни, на которых пара торгуется сейчас. И я советую присоединяться к этой длинной сделке и этой инвестиционной идее. Наша цель по-прежнему возвращение в район 125. Еще пару слов хотел сказать про фонд. Сегодня, наверное, по статистике мы будем следить, прежде всего, за британцем, потому что буквально через несколько часов будут опубликованы данные по ВВП в 11.30 по московскому времени. В целом прогнозы не на совсем высоких уровнях. Я думаю, что если фактический показатель совпадет с прогнозом, какого-то бурного интереса к британцу мы вряд ли увидим. Соответственно, если фактическая статистика будет хуже прогнозов, напротив, будут созданы все условия для еще больших продаж. И на текущий момент фунт уже находится рядом с уровнем 1.54. Это наша среднесрочная цель. Долгосрочная цель, еще раз напомню, 1.53. Но я думаю, что с учетом последних тенденций, с учетом осознания трейдеров того, что покупать фунт нет никаких оснований сейчас, особенно в преддверии столь интересных статистических данных и ожиданий со стороны ФРС. И все больше трейдеров будут, собственно, заходить в этот актив, делая ставку на возможность еще большего ослабления британской валюты. Нам много не надо. Уровень 1.53. Ждем его тестирования, этой поддержки. Ну а потом уже посмотрим, как дальше быть с перспективами фунта. В целом, если забегать вперед, я считаю то, что даже протестировав уровень 1.53, может быть, будет сохраняться по-прежнему серьезный потенциал для снижения. Но его реализация будет уже зависеть от решения ФРС. То есть, будем следить за этим фоном, актуализировать, соответственно, цели и принимать решения на основании тех данных, которые у нас есть по британской экономике, и того, что мы имеем на сегодняшний день по, скажем, монетарному курсу США. Что касается других наших пар, это НЗД против, то есть новозеландская валюта против американца и австралийца против доллара. Здесь без изменений. Последние дни достаточно такие скромные с точки зрения волатильности торговые сессии. По австралийцу мы по-прежнему ждем уровень 0.70, до него остается чуть-чуть. И я думаю, что эта цель может быть реализована даже уже к концу следующей недели. Но если нет, подождем еще чуть-чуть. В целом, мы уже в очень хорошем профите. Нам осталось только, скажем, дождаться как раз тестирования этой поддержки. Но я уверен, что движение австралийца к этим рубежам уже не за горами. Новозеландская валюта, разумеется, также не будет отставать, потому что с австралийцем они, по сути, действуют в связке. И ослабление австралийца, даже ослабление валют, который зависит от цен на сырьевые товары, будет также создавать предпосылки для еще большей коррекции и новозеландской валюты. Сегодня еще раз напомню, следим за данными по ВВП в Англии. Этот отчет будет опубликован в 11.30 по московскому времени. И еще можно обратить внимание на динамику личных доходов и расходов в США. Этот отчет будет опубликован в 15.30 по московскому времени. Если расходы увеличатся, в принципе, так же, как и доходы, можно будет говорить об активизации потребительского спроса, о будущих хороших показателях по розничным продажам, и, может быть, еще более крутому отчету в следующем месяце по ВВП. Но нам достаточно уже сейчас иметь точное представление о том, что США в плане экономического роста уже показывает, демонстрирует достойные показатели. И мы, в принципе, ждем сентябрьское заседание, которое состоится 17 сентября. Еще также, чуть не забыл, очень важно, в эту субботу на конференции в Джексон-Холле будет выступать зампредседателя ФРС Жанет Йеллен Фишер. И в его повестке, скажем, в повестке его обсуждения, будут подняты вопросы по ожиданиям по инфляции. Разумеется, это еще одна предпосылка спекулировать по срокам повышения процентной ставки. Если, в принципе, как и последние две конференции, последних два симпозиума, представители ФРС смогут удивить рынки, и учитывая то, что это произойдет на выходных, в понедельник, скорее всего, мы увидим открытие торговой сессии с ГЭПом. И если доллар получит поддержку от комментариев Фишера, это открытие будет, соответственно, позитивным для американца. И я думаю, что мы можем увидеть ГЭП даже в порядке одной фигуры. То есть достаточный ценовой разрыв. Готовьтесь к нему. Ну и что касается сегодняшнего кодового слова, много мы говорили про нефти и ОПЕК. Поэтому сегодняшнее кодовое слово – квота. Величина бонуса 7%. Этот бонус действует до следующего брифинга, то есть до понедельника. Вопросы есть? Тогда большое спасибо за внимание. Ждем вопросов и комментариев на нашем официальном канале на YouTube, на Markets. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин